Ребята, вы не против? В этой рубрике будет немного жирного блеска. Я запудривала лицо уже реально раз пять. На улице сейчас 32 градуса, у меня балкон, солнечная сторона разогревается до 60. Дверь всегда закрыта, я зашториваю вот эти черные шторы. В гостиной у меня работает кондиционер, но сюда он не очень достает. Еще у меня от витаминов образовалась какая-то шапка волос, которая внутри мокрая постоянно. Я сегодня спала три с половиной часа, потому что у меня после ковид началась бессонница. Вот, мы начинаем рубрику «Вопрос-ответ». Вот реально ужас, просто вся мокрая. Я добавила фоточку в инстаграм, задала, ну как обычно я спрашиваю, задавайте мне вопросы на любые темы. Кстати, очень много крутых вопросов, они уже успели настояться. Знаете, когда вот только добавляешь, они такие дурацкие все в разнобой, но потом какие-то самые крутые набирают лайки. Боже, прям чувствую, как течет пот, какой-то кошмар. Аня, давай, чтобы весь кадр твоя макушка вала кусочек. Просто минут 20, полчаса и вот такая вот штука, чтобы торчала. Триста сорок шесть вопросов. Ну давайте, первые. Вопросики настоялись, они собирают лайки. Поэтому, самый популярный вопрос. Чем все-таки закончилась история про диван? Вы помните, что где-то год назад мне делали диван на заказ, там Сережа присутствовал. Все закончилось на том, что я съездила на производство. Все. Больше я об этом говорить не буду. Я отказалась, так скажем. Поэтому этого дивана не будет, я уже заказываю новый, другой, для своей квартиры. Типичная дева, какая она? Помешанная на контроле. Вот так я могу описать. А в плане, что они такие педантичные, да, любят там все драить, убираться, я очень люблю находиться в состоянии уборки. Сам прикол, я люблю находиться в этом процессе. Я обожаю разгребать, я обожаю намывать. Но достигаю ли я постоянно какой-то конечной цели, чтобы у меня было все, типа, идеально. Я не знаю, у меня может быть абсолютно завален косметикой стол. Где-то может быть срач. Мне нравится находиться в состоянии уборки, постоянно что-то отсеивать, убираться и так далее. Помешанная на правилах, на режиме. Мне нравятся какие-то ограничения. Мне не нравится какой-то праздный образ жизни, когда у тебя каждый день что случится, то и случится. Нет. Мне нравится, нет, я должна лечь спать вот это завтра у меня, то-то, то-то, то-то. И мне нравится действовать вот этим правилом. Мне нравится постоянно находиться в какой-то системе. Я получаю от этого кайф. Даже вот если у меня какая-то съемка на завтра, еще что-то, кто-то, ой, там классная вечеринка. Я такая, нет, я пойти не могу, потому что завтра важное дело, я должна быть свежа. И я кайфую от того, что существуют правила. И мне хочется, чтобы все придерживались этих правил. У меня здесь свои принципы. Ну, это уже пошло про личность. В общем, я вся такая душная, принципиальная, но веселая, добрая. Как относитесь к мужчинам, которые делают покрытие гель-лак? Честно говоря, вроде я демократичная, да, мне по сути пофиг то, что делает, но когда я вижу это в жизни, меня это как-то почему-то отторгает. Для меня это какой-то антисекс. Хотя, в принципе, ну что такого, вон там все рокеры, да, это делают, но, блин, как-то это не сексуально. Сразу мужчина напоминает лесбиянку. Ну, вот какой-то стиль такой, да, какое-то проникновение чего-то женского, мужского. То есть не состыковка, в общем. Меня это вводит в ступор. Фотка огненная. Thanks. Довольна Ирина Пластикой. У кого делали? Я очень довольна Ирина Пластикой. Это вообще лучшее, что со мной происходило. Да я нарадоваться не могу. Это вообще вот то, что и должно было быть. Своих пластических хирургов, всех, я перечислила в своем мастер-классе. Переходим на lizashatilova.com. А там все мои пластические хирурги, все явки, пароли, очень много полезного про... Такая небольшая реклама. Мы спросили сами. Вся информация, которая нет в моем YouTube, нет в моем Instagram. Все про организацию, проведение Instagram, самые секретные, секретики. У меня уже очень много людей купили этот курс. Я получаю только вообще восторженные отзывы. Особенно все благодарят часть организации. Все прям в восторге. И там есть все мои пластические хирурги. Какая секретная вообще информация, которая вообще не проплаченная, ничего. Вот прям отсюда все, что я сама пережила. В роли мамы вы идеальны, думаю. Так себе представить, но у меня же есть собаки, да? Ну я очень ответственная, так скажем. Я могу сколько угодно гундеть, быть недовольной. Но я гиперответственная. Что-то случается, я поеду куда надо в 5 утра, еще что-то. Все сделаю, все как надо, приеду. То есть я не только повешена на контроле, но я еще такая гиперответственная. Наверное, я буду такой примерно мамой. Я могу накричать, но сразу на соп. Могу сразу, через секунду уже буду извиняться. Типа, извините, там, погорячилась. То есть, ну вот такая. Любимые цветы. Слушайте, обожаю сирень. Обожаю тюльпаны, нарциссы. Вот этот запах нарциссов. Мне это все напоминает детство. Пионы. Только не вот эти пионы, которые модные, дорогие пионы. А были украинские пионы. Да, они там как на дороге растут. У всех бабушек в огороде просто все. Я помню, 1 сентября или на выпускной, когда они там все с этими охапками пионов. Для меня это были настолько какие-то повседневные цветы. А сейчас они считаются модными. Они такие привозные, какие-то дорогие. Я люблю вот такие цветы. А у нас распаковка. Вы не поверите, какая посылка мне пришла. Очень оперативно. Буквально за пару дней. И это... Та-дам! Стиральная машина. Сначала я расскажу, почему, что она здесь делает. Пойдемте покажу. Что у меня произошло. Я уже пару дней отжимаю вещи руками. У меня немного поломалась стиральная машина. И перестал работать отжим. Поэтому я заказала себе новую. Успаковываем вместе. Так. Вот так она выглядит. Я ее заказала с Алиэкспресс. И она пришла буквально за пару дней. У нее, обратите внимание, узкий дизайн. Эта машинка, представленная на сайте, там есть 6, 7, 8 килограмм. Я себе заказала 6. Я себе заказала 6 килограмм, потому что для меня одной. И я стираю, стараюсь стирать вещи. Никогда не заполняю полный барабан. Вообще не имею такой привычки. Если какая-то футболка, максимум 2 футболки. Джинсы отдельно. Брючки отдельно. Я никогда не закидываю брюки, трусы, лифчики. Вот такой барабан никогда. Каждая вещичка стирается отдельно. И поэтому для меня, на самом деле, чем меньше барабан, тем лучше. Вот. Смотрите, как она выглядит. Надо будет вызвать мастера. Подключить ее. Мне нравится у нее такой, как это назвать, квадратичный, аскетичный. Вот так выглядит. Так, давайте посмотрим, какие у нас здесь режимы. Очень не хватало мне в предыдущей стиральной машине вот этого Экспресс 15. Реально, есть какая-то домашняя одежда, какие-то брючки. На предыдущей стиральной машине у меня был режим самый короткий. Это полчаса. Реально, не для всех вещей он нужен. Иногда хочется просто освежить, да, вещь. И вот этого режима 15 мне очень не хватало. Слушайте, мне нравится. Классный у нее дизайн. Такой барабан. Смотрите, у нее высота 89. Посмотрите, какая она узенькая. Здесь 40 сантиметров. И это суперкруто. Не будет занимать пол ванной. И вот здесь у нее ширина, по-моему, 59 с половиной. Отжим 1000 оборотов классический. И вес 52 килограмма. Давайте посмотрим поближе. Здесь 23 программы. Из-за чего я заказала этот режим 15 минут. Мне он очень нужен. Есть возможность стирать в холодной воде. Вы знаете, некоторые вещи нужно стирать только в холодной воде. И клевая функция есть самоочистка. То есть за 75 минут она полностью очищается. И если добавить какое-то специальное средство для очистки, то вообще просто будет офигенно. Давайте заглянем внутрь. Вот так здесь выглядит. Ну, в общем-то, вот для кондиционера. Первое, да, у нас первое для порошка. Второе, не знаю, кстати. Знаете, в стиральных машинах есть какое-то мифическое третье отделение во всех стиралках, которое ты не знаешь, для чего оно существует. Всю жизнь стиральной машины. Это для какого-то или предварительной очистки, или от чего это. Вот напишите в комментариях, есть у вас мифическое третье отделение, которым вы вообще не понимаете, для чего оно. Потому что, по сути, всегда используются два. Понятно, ты заливаешь средство, ты добавляешь кондиционер. Вот это третье отделение, кто знает, для чего оно. Но оно здесь есть, если вам оно нужно. Здесь есть еще классная функция, которая мне сейчас не нужна. Это защита от детей. Я точно не знаю, какие клавиши, потому что я только знакомлюсь с этой стиральной машиной. Здесь можно зажать клавиши, задержать 3 секунды и заблокируется. То есть ребенок не будет лазить своими маленькими ручонками и открывать без вашего ведома барабан. Блин, круто. Кстати, я всегда думала, я помню бабушки с дедушкой, на заднем дворе стояла старая стиральная машина. И я думала, что это машина времени. И там был такой большой барабан, я помню, мы с моим каким-то троюродным братом. В общем, я там сидела, забирались туда, и я реально вот кручу этот барабан. И мы думали, да, что это машина времени. Если вы задумывались о покупке стиральной машины, ребят, сейчас самое время. На нее сейчас мега крутая цена. Скидка 30%. Вам ее привезут очень быстро, не нужно ждать месяц. Ссылочки я оставляю внизу. Переходите и успейте заказать, пока действует сейл. А мы дальше двигаемся во влог. Когда будет плейлист? Блин, честно говоря, я не планирую делать плейлист. Какая из площадок прибыльнее, на ваш взгляд, YouTube или Instagram? Несмотря какой ты блогер, есть блогеры, у которых там 3 миллиона на YouTube, а в Instagram 200 тысяч. Понятно, что YouTube это их основная площадка. Я изначально начинала как Instagram-блогер. Сначала мне Instagram приносил больше, у меня был только он. Потом я начала развивать YouTube. Сейчас они могут на самом деле достигать 50 на 50. Реально. Дом или квартира? Ну сейчас квартира однозначно, какой мне дом? Как решились купить квартиру? Слушайте, да как-то общение, на самом деле, окружение подстегнуло. Вокруг много друзей, и мы уже достигли такого возраста. И, знаете, вот эта картинка, приложу здесь, ты уже в том возрасте, когда думаешь не о каких-то любовных приключениях или парнях, а ты думаешь, блин, я хочу свою квартиру. Как не беспокоиться о будущем? Слушайте, наверное, невозможно о нем не беспокоиться. А как? Мы вообще не знаем, что будет завтра. Я тоже постоянно беспокоюсь о будущем. А то, а это, а хватит ли мне денег на это, а могу ли я вот это. Вот так зажать свои переживания и идти только вперед. А что делать? Они всегда будут. Я тоже постоянно беспокоюсь о будущем. Как выглядит обычный твой день с утра и до ночи? Чем, интересно, занимаешься всего временем? Короче, сейчас летний режим, он лютый. Сейчас режим после ковид, это просто у меня бессонница. То есть ты лежишь, спишь 3 часа, очень хочешь спать, тело устало. И просто вот открываются глаза, и ты просто вот лежишь, смотришь в стену и не можешь заснуть. Но это такой сбитый режим после болезни. А обычно я ложусь где-то, зимой я ложусь где-то в 4 утра и просыпаюсь в 11, в 12. Летом я могу ложиться в 5, в 6, вообще спокойно. Могу встать в 12, в час. Летом, когда яркое солнце, я не люблю до 6, до 7. Вот в этот период 3 часа дня, 4, 5 и находиться, когда яркое солнце, на улице я не могу. Все свои дела. Я вечерний человек, ночной я все делаю вечером, с дома я выезжаю вечером. Я снимаю рекламы, я заполняю эфир в течение дня, показываю свой день, снимаю рекламные сторис, добавляю посты. То есть, допустим, я вот проснулась в 12 часов, начинается кофе, завтрак, ответ на почту. Я разгрызываю ватсап, у меня вся работа получается в переписке, в телефоне. Я могу час сидеть, только отвечать на ватсап. Душ, туда-сюда, уборка. Я потом выхожу в эфир, так скажем, в сторис, свой день показываю. Вечером, когда я выезжаю из дома, после 7 часов, это могут быть какие-то бытовые дела, химчистки, это могут быть съемки в шоурумах. Это могут быть какие-то поездки, встречи по работе, каких-то рекламных интеграциях, бьюти, все это вечер, какой-то шопинг. На самом деле, что я могу сказать? Блогеры, на самом деле, кажется, что они такие суперобщительные, они же постоянно вещают. На самом деле, блогеры, это супер, такие социопаты, люди, блогеры, есть ютуберы, которые вообще из дома не выходят, они записывают какие-то рубрики, постоянно монтируют. Я могу работать, не выходя из дома, очень много дней, заказывать себе еду и вообще никуда не выходить. И вот так вот работать онлайн, да. На самом деле, блогеры, они очень часто такие, как бы, ну, одиночки. Я не скажу, что я там просто какие-то на мероприятия, там хожу, там еще что-то. Есть, которые коллаборации снимают, да, но на самом деле мне вообще окей. Я могу работать дома. Ну, чем, собственно, занимаюсь? Мне очень кайфово. Я могу выстраивать свой режим как хочу. Я ненормальная. Могу пойти гулять сейчас в белую ночь, в 4 часа ночи. Я спокойно могу пойти прогуливаться, могу сесть в тачку в 3 часа, поехать на мойку. И мне это нравится. Вот, ну, конечно, и я не люблю, когда каждый день какой-то разный, легла во столько, там вот это. Нет, у меня все-таки есть какой-то план, я понимаю, в какой период я во сколько ложусь, да. Ну, я думаю, вы примерно поняли. Когда мастер-класс, как правильно наносить макияж? Так, скажем так, я не визажист, да, я обязательно будет, у меня мастер-класс. Но как я его буду позиционировать, у нас есть куча видео на YouTube обучающих, как делать макияж, это делают профессионалы, все это в доступе. Я буду этот курс позиционировать, как делаю макияж я, личные, вот кому интересно, да, вот как я делаю, как крашу глаза, мои личные лайфхаки, мои любимые средства. Вот так я буду позиционировать, а не то, что я буду людей обучать макияжу. Я все покажу, да, технически, как я делаю, но не то, что я там, ребят, после этого вы выпуститесь, получите диплом, нет. Это будет только для себя, это будут очень личные какие-то советы, какие-то секретики, какие-то любимые средства, какие-то хитрости, да. Ну, я надеюсь, летом сделаю. Какие у тебя жизненные приоритеты на данный момент, что самое главное? На самом деле сейчас главное я для себя, моя независимость, я хочу работать, мне интересно заниматься собой, мне интересно заниматься моим влогом, у меня куча идей вообще, и просто и по смешным вайнам, и по влогам, и по рубрикам, и по каким-то мастер-классам. Вот я сейчас нахожусь в том моменте, в котором мне суперкомфортно. Вот жизненные приоритеты сейчас работать, быть успешной, стараться, потому что сейчас такой возраст именно тот, когда ты должен что-то делать, что-то понять, это во что-то выльется, да, или в какой-то бизнес, или в какой-то проект, или еще что-то. Вот сейчас именно то время, когда нужно этим заниматься. Ну, для меня лично, для каждого по-разному. С кем из друзей ты себя сопоставляешь? Ну, и сериалы «Друзья». Я, мне кажется, такая душная, как Моника. Ну, иногда бываю такая, как Рэйчел, наверное, может быть, в отношениях, да? Ну, наверное, больше я склоняюсь к Монике. Душная, зацикленная, помешанная на контроле, на каких-то баночках, тюбиках, уборке. Да, кстати, Моника, как ты относишься к ЛГБТ? Да отлично отношусь. Когда-нибудь в комментариях не будет вопросов про бывшего мужа? Их не будет, когда появится следующий. Добрый день, почему не выбрали квартиру в три ветра? Что не понравилось? Что не понравилось? Во-первых, она была маловато. Мне вообще не понравилась планировка. И на самом деле три ветра, да, это комплекс бизнес-класса, но самый классный, только первый, видовой. Там идут вот так вот два комплекса, и там есть такие квартиры, которые реально находятся на втором, на третьем этаже. Там вообще не попадает солнечный свет, и там окна в окна. Я не из тех людей, кто будет выбирать комплекс бизнес-класса, лишь бы жить в комплексе бизнес-класса, но пофигу, какой вид, какой этаж. Вот у меня сейчас легенда, она считается комфорт-класс, но легенда, ну, правда классная, да. И, ну, тоже был такой вопрос, почему вы выбрали. И, чтобы вы понимали, я могла купить квартиру там буквально на каком-то нижнем этаже, на 10 квадратных метров больше. Но я этого не сделала, я пожертвовала квадратными метрами. Я выбирала квартиру только начиная с 10-го, даже 12-го этажа. То есть вбивала, я искала сама на Циане себе квартиру, и очень много вариантов сразу отсеивалось, потому что я не рассматривала квартиры на пятых этажах, там, третьих, вторых. Хотя там были достойные варианты по метражу. Кому-то пофиг на вид, кому-то главное там, да, побольше квартиры, но не мне. Мне очень важен вот этот простор. Я покупаю квартиру для себя. Понятно, что я там не планирую в ней жить всю жизнь. У меня все-таки будет семья, дети, да, и будем мы там строить какой-то быт в другой большой квартире. Я ее покупала сейчас по своим потребностям. На данный момент я хочу вот именно светлую, я хочу вот этот вид. Почему я не выбрала Триветра? Ну, не очень она такая была. Она была окна в окна, планировка была как здесь. Я, честно говоря, устала от этой планировки очень. Когда ты заходишь, здесь спальня, здесь гостиная. Это очень сейчас распространенная такая планировка. Там была точно такая. Дороговато она была для своего размера. Ну и нет, можно было заморочиться ее, взять, но брать то, что не очень нравится ради бизнес-класса я не буду. Ну, блин, это же не квартира на всю жизнь. Пик, недовольная. Чем руководствовалась при покупке жилья район инфраструктура? Что было в приоритете? Я выбирала квартиры осенью. Знаете, если зайти на рынок сейчас, то он абсолютно другой. Осенью ты выбираешь из того, что есть осенью. Я хотела... Что я хотела? На самом деле, изначально, когда я вообще подумала купить квартиру, я хотела только в этом доме. Потому что я хотела этот вид. Я посмотрела здесь квартиру в соседнем корпусе. Она была достаточно большая, даже трехкомнатная. То я сразу поняла, в этой квартире до меня жили люди. Я понимаю, для кого-то это покажется бредом. Я зашла, я почувствовала запах чужих тел, чужого всего. Там были какие-то пятна. Я понимаю, что делается ремонт, да? И там тоже был вид на башню. Она была чуть-чуть пониже, такой угловой. И я поняла, я посмотрела эту квартиру, поняла, что точно хочу новую квартиру. Без чужой энергетики, без этого всего. Поэтому отсеялись сразу варианты. Здесь вид офигительный, но здесь одни старые дома вокруг. Вот этот юнит здесь, он самый крутой. На самом деле, юнит классный. Они очень ухаживают за территорией. Кто это, финны или кто? У них классные лифты. Я жила в Ленспецму с родителями, и это просто не сравнится. Хотя этот дом считается, не знаю, комфорт, классный комфорт. Паркинг для меня был очень важен. На самом деле, не то, что я такая, нет, я хочу только в этой части. Приоритет был, это вид, только высокая квартира. Я на самом деле смотрела все. И Московский проспект, там сейчас очень идет застройка большая. Но для меня было бы проблематично переехать туда. Нет, если бы там был крутой вариант, без проблем. Я бы поменяла так свою жизнь, потому что я хочу изменений. Но у меня все здесь, в Приморском районе, на Петроградке. Там сестра приезжает на съемки, ну что бы она на московский, там типа час ехала, да. Мне это тоже важно, вот эта доступность. То есть я переехала в абсолютно незнакомый, не суть. Петроградку я тоже смотрела. Там очень много домов и Петровская коса, и вот это все. Но там уже на тот момент осенью были низкие варианты, низкой этажности. И нет, я не стала, что-то не захотела. И потом я начала здесь смотреть новые дома. Ну, на Циане так попалось. Вы помните, сначала у меня была квартира, задаток я оставила в Ультра-Сити. Почему я выбрала в Ультра-Сити? Моя квартира еще тогда не продавалась. Это все дело случая. И потом я прождала этого, блин, козла, который потом сорвал сделку. Я передумала. Ну, просто на самом деле можно было на него и штрафы, можно было и в суд подать, можно было его и принудить продать квартиру. Потому что, ну, по сути, он поступил незаконно у нас. Да, там была... Ну, я так не хотела заморачиваться. Вот мне делать нечего. Я просто забила. Я говорю, да пошел ты в жопу. И сразу появилась моя та квартира. С января совсем другой рынок. Рынок поменялся. Я посмотрела, мне сразу зашло. Что мне важно? Что мне понравилось в Легенде? Это закрытая территория, классный дизайн, классные лифты, паркинг. Обязательно наличие паркинга. И транспортная доступность. Я человек-машина. Мой распорядок дня. Я, например, там... Я не выхожу днем прогуляться, да. Вот кто-то живет там на Петроградке или в центр. Вот походить, погулять. Нет. Я человек-автонобиль. Я выхожу вечером из дома. Мне надо спуститься на лифте в паркинг. Там открывается съезд ЗСД. Прямо будет за моим домом. Я выезжаю на ЗСД. И через 20 минут я в любой точке города, который мне нужно. Это мой стиль жизни, да. Он у меня свой. И выбирала я дом именно по таким критериям. Вы бы позвали мужчину жить на свою территорию? Честно говоря, как-либо девушка, наверное, скажу нет. Да, мне кажется, и мужчине не прикольно. Тоже он будет чувствовать как-то себя, да. Не, не хотела бы. Хотя, ну, знаете, может быть, все что угодно. Есть желание покраситься в блонд или, наоборот, в черный-темный каштан? Сейчас я экспериментировать не хочу. Идеальный цвет волос для меня. Кофе с молоком. Я была всех цветов. Черная, белая, рыжая, красная. Я экспериментировала так, что любого цвета. Ну, кстати, у меня все цвета идут. В принципе, и в черном хорошо, и в белом. Ну, просто белые, это убитые волосы. Вот, что-то среднее. Кофе с молоком. Мне больше всего идет. Какие отношения сейчас с Юрой? Мы вообще не общаемся. Вопрос по мамопластику. Какой был доступ? У меня две мамопластики был доступ через Ореолу. И потом швов вообще не видно. Тебя нет в ТикТоке? Слушайте, у меня вообще не зашел ТикТок. То есть, ТикТоки, которые добавляют в Инстаграм, да, я смотрю, как само приложение, вот там сидеть или стать эти ТикТоки. Ну, я пыталась, я пыталась много раз. Да, я понимаю, что оно взлетело, да, это приложение, это площадка. И все-таки, блин, там снимай ТикТоки, снимай ТикТоки. Мне нравится Инстаграм, мне нравится Ютуб. Если я не смотрю приложение, в нем не сижу, я не могу для него снимать. Как я могу снимать на площадку, у которой мне не нравится интерфейс, мне не нравится? Не зашло мне. Все-таки, да нет, ты потом прочувствуешь. Нет, ну вот не зашло, и все. Покажи планировку квартиры. Да, покажу, конечно. Сейчас будет развиваться тема ремонта, и все мы будем подробно разбирать. Собакены не заразились ковидом. Короче, ветеринар мне сказала, есть ковид и кошачий, и собачий, и человечьий. Они, это разные ковиды, они не передают их друг другу. То есть, я не могу заразить собак ковидом, хотя у них может быть свой ковид. Почему купила квартиру в конце коменды? Там очень плохая транспортная доступность. Там в 2021 году открывается следующий съезд ЗСД. Я выезжаю из паркинга, выезжаю на ЗСД, и я где угодно. Мне не нужно... Да, сейчас пробки на Пионерской. Пионерская стала пробочным местом. Если встретим молодого человека, он будет без квартиры, вы бы предложили... Ой, ну я не знаю, это невозможно, есть очень разные ситуации. Знаете, сейчас ты сидишь такая крутая, нет, это мне не надо, и все такое. А потом ты влюбляешься в какой-то, блин, вариант, который... Какой-то вот такой, который ты не думала, как захватит это, и... Невозможно это предсказать. Когда планируется пресс, я думаю, что надеюсь в конце лета. Как удается быть такой красивой, потянутой? Слушай, не всегда мне удается прям быть красивой и потянутой, да. Бывает, и поправлюсь, и хреново выгляжу. На самом деле массажи, бьюти, ручной массаж. Ну и, конечно же, питание. На самом деле, самое главное, питание даже, а не спорт. Спорт так, ну, для тонуса можно. От него только есть больше хочется. Конечно, это питание. Убираешь весь хлам, сразу и бока уходят, и очоки уходят. Только питание. Какие последние произведения вы прочли? Любите т-та-та-та-та? Я не люблю читать или смотреть какие-то фильмы, произведения. Нет, ну, фильмы люблю. Какие-то просто, что это какая-то история. Если я читаю, то это должно быть что-то полезное. Психология, эзотерика, какие-то практические схемы, которые я могу в своей жизни применить. Я читаю умничьегося, это как тактика по общению с людьми. Пожалуй, ее применю. Я люблю читать такие вещи и смотреть такие видео на ютубе. Какие-то отстраненные, фантастика. Кто-то что-то придумал, что-то сказочное. Сказки, мультики. Я не люблю эти все жанры, потому что этого не существует. Потому что это просто плод чьей-то фантазии. И да, это как-то развивает твое творческое мышление, но мне нужна практичная вот эта польза. Я там трансерфинг почитала, да, какие-то по психологии какие-то советы. И я их реально применяю в своей жизни. И я понимаю, что, блин, это полезно. Да, то есть я смотрю там про какие-то страны, про путешествия. И у меня расширяется кругозор. И думаю, о, нифига себе, в этой стране вот так вот. Ну, ничего себе не знала. То есть это все мне пригождается в жизни. Что-то такое фантастическое. Не очень люблю. Будешь делать прививку. Ой, слушайте, не хочу даже агитировать. Все пишут, что это платное. Ребят, не хотите, не делайте. Я еще не знаю, буду я делать или нет. Есть сериал «Больница Никербокер» про медицину в 1911-х годах. Как люди относились изначально к наркозу, к антибиотикам. Это внедрение в человеческий организм. А сейчас ты приходишь к стоматологу и говоришь, ой, можно что-то мало вкололи, можно вот тут зубик болит. Все общество всегда воспринимает, ну, так скажем, да не все. Слушайте, я не буду говорить, делайте, не делайте, мне вообще пофигу. Если я сделаю, ну, наверное, я покажу это. А может, я не буду показывать, может, просто словесно, и то будет думать, что это агитация. Если что, мне такие предложения не поступали. Так, был такой вопрос, я его не нашла, но он был очень классный, который заставил меня прям задуматься. А кого ты в жизни любила, ну, из мужчин, прям по-настоящему? Любила ли ты когда-нибудь в жизни то самое чувство? Ну, кто это был? Ну, я задумалась. Во-первых, что такое по-настоящему, это как в фильмах, да, показывают, когда вы преодолеваете какие-то трудности, и ты как-то, может быть, даже ломаешь себя, да, или ты сделаешь все, чтобы быть с этим человеком. Я задумалась, вспомнила, поняла, а любила ли я кого-то вообще настолько. Не знаю, почему скажу. Я такой человек, даже если у меня есть чувства, я могу уйти. То есть я буду страдать, я буду возвращаться, но я буду потом опять уходить. Это будет болезненное расставание. Но если человек, у меня есть какие-то принципы, правила, если человек поступает тем или иным образом, и это не вписывается в мою картину мира, я не могу с этим ничего поделать. Я это делаю не специально, но вот у меня в голове срабатывает все. Я могу испытывать чувства к нему, я могу его еще любить пару лет, я могу страдать, я буду пытаться что-то строить заново, но у меня всегда принципы, правила по жизни преобладают над чувствами. Даже если я буду любить, я смогу уйти, и я делала так, и страдала, но я такой человек, я не могу вот как-то переступить через себя. Вот есть какой-то поступок, я не могу с этим ничего делать, у меня все пропадает, все останавливается. Это не только связано, да, там с какими-то, ой, там он изменил, это касается и каких-то жизненных принципов тоже. То есть я смотрю, как человек поступил в данной ситуации, и я понимаю, что это никак не вяжется с моим миром. Я не буду от него там хотеть детей, строить там что-то. Что я могу сказать? Наверное, в этой жизни я по-настоящему, как в фильмах, любила только себя. Потому что пока в своей жизни, в отношениях с мужчинами, не говорю про родителей, про родственников, я выбирала всегда себя. И что я могу сказать? Что я ни разу об этом не пожалела. То есть я могу там впасть с депрессией, у меня может колбаситься, но не было такого мужчины, который заставил меня как-то поступиться своими жизненными принципами, своими правилами. Такого мужчины не было. Никто не смог меня изменить. Вот. Будет ли он или не будет такого мужчины, покажет историю. В любом случае, вы увидите это в моих влогах. Ладно, уже было много вопросов. Уже там много времени. Спасибо за внимание. А мы дальше двигаемся во влог. Необычное включение. Мы приехали фотографировать, и сейчас 22.51. Представляете, как красиво на Киевском. Я сейчас испытала жуткий старый склеп, когда видит волны. Она просто кидается, ее уже один раз чуть-чуть внесло. Ничего не соображает. Она очень жестко сейчас получила от меня. Посмотрите. В общем, мы фоткались. На берегу валяется рыба с косточками. Два раза не впилась в ногу. Так очень красиво. Новое платье. На самом деле, Айфин пленит на пляже. Бросил этот розовый свет. Пайф. Ну, смотрите, как она вообще орет. Я даже не буду пускать. Она убегает туда на километр, ее не догнать. Ненормальная, реально. Господи, такой стресс. Красота. Сережа, кстати, вон, несет мои вещи и фотик. Кайф. Идем, быстро, быстро, пошли. Не ной. Я понимаю, что тебе холодно. Но зачем ты бежала в воду, малыш? Дорога у нас. Так, девочки, идите на руки. Они боятся по этому хвосту. Идти. Иди сюда, Фиби. Оп. О, идем. Так. Хрен, он такой горячий. В смысле? А он что-то как-то заел, что ли, или что? Заел. У нас салфетки есть? Да. Давай. Зачем ты закрыл? Сейчас заново открою. Просто делаешь, и все. Блин. Где лофт? Вот же она такая. Вливать, прикинь. Я думала сюда. Да, Сереж. Когда первый раз. Ой, темень какая. Вот сюда. Очень удобно. Очень, ну да, бред какой-то. Самое удобное. Давай я уберу вот эту сетку, быстро вольется. Держи. Вообще так нельзя делать. Убрать сетку? Конечно. Чтобы какие-то частицы не попали? Ну, конечно, сейчас попадут, и потом забьется. Ну, сеткой она будет наливаться сто лет. Ничего страшного. Ладно, давай. Разливать можно? Разливай. Приятно пахнет, да? Ну, так. Я чувствую. Жалко. Да, я специально такую взяла лаванду, типа. Идеально. У меня, по-моему, рука. Что у нас само? Рука вставала. Ну, может, это зимний? Да, зимний тяжело заливать. Зимний тяжелее. Там же спьер. Это что? Сережа? Извини, это был твой будильник? Отход ко сну. Извините, сейчас вне плановая ситуация. Парк. 11 часов, и Сережа срабатывал будильник. Что-то пошло не так в расписании. А тут жарко. Мой должен сработать где-то в 6 утра. Отход ко сну? Так, где? Где эта истеричка? Ну, что там? Все в песке, все ноги. Какой-то кошмар. Что? Я сдаю за дом. Не выехать. Господи, какой стресс или вечер. Чуть не в ту сторону немного. Жесть. Долго еще так ехать? Хлеб помоет. Вот нахрена... Слушай, а я могу на этот бордюр заехать? Нет. Или я сяду? Сядешь. Капец, стресс и валюта, стрессовая ситуация. Сережа, издевательство. Все, там уже тачка едет. Нет, я так не... Стой, только не прямо. Все, прямо. О, нет. Все, я не поеду. Так, посмотри, там уже тачка едет. Это она меня будет преследовать в фарме? Или что? Где тачка? Вон, проезжай, короче, чувак. Все, дай я встану. Плотно. Издевательство. Давай проезжай, чувак. Если бы моя была тачка, и все проехали рядом. Он будет ехать? Не знаю. Вот такие дела. Но он, видишь, узкий, он сейчас проедет легко. Как неудобно сделано, просто капец. Короче, мне не выехать. Так, Сереж, вот это уже можно поснимать тачку. Ну давай, я помогу тебе с той стороны. Нормально? А здесь? Все, мы сдали передом. Ужас. ТП за рулем. Но я не люблю, когда... Вон же разворачивался, надо было. Круска. Ты куда? Я не знаю. Вон же сзади разворот. Ну вообще, да. Подожди, а здесь-то я могу или что? Что я опять делаю? Задом ехать теперь. Идиотка. Я не вижу. Где этот поворот? Охренеть, просто охренеть. Я, короче, в шоке. Я просто в шоке. Издевательство какое-то. Поехали вот до тупика доедем, там развернемся. Точно. Сейчас мы не выйдем оттуда вообще. Будешь здесь задом ехать? Блядь. Я так и буду? Нет, или там есть все-таки. Наверное, есть. Блядь, там нет. Вот здесь можно развернуться, смотри. Видишь, забор заканчивается. И? И что? Я такая вот хрень. Смогу я развернуться? Блин, аж ты цепь подержишь? Подержи цепи, развернусь. А, стоп. Ну никак мне не развернуться, да? Подожди, если вот между двумя вот этими штуками. Вот туда жопы, я не знам, да? Ну нет. Ну можешь, попробуй. Да нет, я здесь упрошу. Ну что, ребят, последнее слово. Мы выехали просто вот так вот разворачивались. Ну реально очень узко. Сегодня последний день ретроградного Меркурия. Дело в этом. Сегодня целый день преграды. И, кстати, вчера тоже. Все не клеится, все как-то не состыковывается. Еле вообще выехали. 23-24. Вот. Все, спасибо за просмотр.